Каким образом в одной компании, которая может выпускать различные продукты, уживаются различные бренды? Делать ли компании один бренд на всех или может быть сделать различные линейки? Давайте поговорим об этом чуть подробнее. Итак, индивидуальный товарный бренд. Он предполагает, что каждый ваш продукт имеет свой индивидуальный бренд. Примеры. Например, у компании Nestle есть такие бренды, как Nesquik, Nescafe, мороженое 48 копеек, хорошо известное нам всем с детства, и много-много-много других, которые выпускаются под своими отдельными брендами. Или, например, у компании Kraft Foods есть шоколадки Milka и Alpingold. Хотя, в общем-то, когда вы покупаете те или иные шоколадки, вы зачастую не думаете о том, какая компания, какой холдинг их произвел. Вот это как раз индивидуальные марки. Также есть корпоративный бренд, когда самое важное – это продемонстрировать компанию и продемонстрировать причастность к ней, по сути. Здесь товары жестко привязываются к фирме-производителю и к бренду. Например, Etro, Versace, Paul Smith или MTS, Beeline, Megafone. Здесь все идет под брендом компании и продается под этим же брендом. Третий вариант – стратегия бренда «семейства товаров». Она предполагает использование одной и той же торговой марки для двух и более товаров, достаточно близких друг к другу. Например, домик в деревне. Это может быть и кефир, это может быть и молоко, йогурт, и творог и так далее. Та же самая агуша, например, детская, которая тоже йогурты, творог и так далее. Соответственно, здесь у вас выпускается несколько продуктов под единым брендом. Давайте посмотрим плюсы и минусы каждого из этих подходов. В индивидуальном бренде плюсы – это то, что в том случае, если один из брендов у вас не очень успешен, он не бросает тень на всех остальных. При этом у вас сфокусированное продвижение на потребителей, что, как правило, является более эффективным. Большим минусом является то, что это требует гораздо больших затрат, чем продвижение одного единого бренда на все ваши продукты. Корпоративный бренд, единый бренд. Минусом является перенос плохой репутации. Преимуществами его являются удешевления, конечно же, когда вы продвигаете один бренд. Это дешевле, чем продвигать несколько разных. Он создает ощущение постоянства, снижает риски. Но минусами является то, что плохая репутация может перенестись с одного продукта на всю компанию, на всю остальную продукцию. Также относительно общий и получается, что достаточно размытый профиль бренда, то есть докопаться до сути достаточно сложно. И, естественно, сообщения получаются также разными. То есть здесь надо быть очень внимательными. И, конечно, это удобно использовать, когда у вас все продукты находятся, в общем-то, вблизи друг друга. Бренды семейств товаров – это стратегия бренда товарной линейки, либо стратегия расширения бренда. Стратегия бренда товарной линейки – распространение брендов на товары, входящие в одну товарную линию. Ну, например, шампуни, гели для душа, крем для тела – они у вас все объединяются под единым брендом. Стратегия расширения бренда предполагает распространение бренда на товары за пределами одной товарной категории. Так называемый зонтичный бренд, который охватывает достаточно разные продукты. Предпосылка для успешного осуществления бренда семейства товаров – это сходство всех товаров и услуг, относящихся к этой линии, аналогичные стандарты и аналогичная целевая аудитория. При этом компании необходимо иметь такой креугольный камень позиционирования, необходимо иметь такой якорный продукт, вокруг которого это все выстраивается, и который распространяет свой успех на остальные бренды, то есть является тем самым зонтиком для остальных. Преимущества и недостатки семейств товаров. Преимущество, конечно, гораздо проще представлять новые товары и услуги под зонтиком уже существующего, успешного и востребованного продукта. Стратегию зонтичного бренда логично применять, если у вас достаточно массовый товар, если он дешевый, поэтому вам желательно экономить издержки на продвижение, и также если у вас жизненный цикл товара достаточно короткий, то есть у вас нет времени выстраивать отдельный бренд, отдельное позиционирование. Какие есть недостатки? То, что марочный капитал складывается в одну корзину, соответственно, есть риск переноса негатива с одного продукта на другой, опять-таки. Также здесь ограничены возможности позиционирования каждого отдельного товара. Есть также риск размытия бренда, и все продукты должны соответствовать по сути единому стандарту и единому позиционированию, соответственно, единому сообщению, которое вы несете потребителям. И, наконец, самое важное, когда вы работаете с брендом, вам надо понимать его ограничения. Куда вы идете и чем вы занимаетесь, куда вы точно не пойдете. Это как раз те самые запретные области. Чаще всего это те области, которые не соответствуют ожиданиям и представлениям потребителей о вашем бренде. Это то, чем вам точно не надо заниматься, потому что иначе это разрушит ваше позиционирование и представление вашего потребителя. Это то, что противоречит идее вашего бренда. Потому что развитие бренда в этой области и производство, например, тех товаров, которые не соответствуют вашему позиционированию, оно может ослабить бренд и поставить под угрозу его идентичность. Это самое страшное, что может произойти с брендом, пожалуй. Поэтому, когда вы работаете с брендом, формулируйте ценности, с которыми вы хотите ассоциироваться и с которыми не хотите ассоциироваться. То, куда вы пойдете и что вы будете производить, и что вы точно не будете производить. Понимать то, что вы хотите и то, что вы не хотите, полезно и для компании, и для бренда, ну и в общем-то в жизни тоже полезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok